Валить из России или нет? Такая холиварная тема, которую можно обсуждать бесконечно, и которая действительно бесконечно обсуждается. Шо? Опять? И недавно я опять стал свидетелем такого обсуждения в чатике Data Scientist в ОДС. Какая-то девочка спросила, как ей переехать, по-моему, в Уругвай. Нормальный вопрос, если бы она потом не добавила в комментариях, что оставаться в России в текущих реалиях могут только дураки или что-то типа этого. Ну, конечно, ее там очень сильно затроллили за такой комментарий. Ну, как бы, еще бы, когда такие сильные безосновательные комментарии даешь, троллинг в большом чате обеспечен. Но, тем не менее, мысль про переезд. Поскольку я сам жил некоторое время в Италии, в Америке, работал в разных странах, и у меня достаточно много друзей, кто могли уехать и не уехали, кто могли уехать и уехали, я думаю, я поделюсь своими мыслями по этому поводу. Смотрите, на самом деле нету вот в другом месте чего-то такого прям суперкрутого, чего нет здесь. Нам как бы кажется, что пока мы здесь находимся, трава, с другой стороны, океаны, зелени, круче, больше платят, больше движухи, больше всего интересного и так далее. Гражданское общество, свободные выборы, свободная пресса, светит солнце, you name it. На самом деле это не всегда так. И когда приезжаешь и начинаешь просто не гостить уже в каком-то месте, как турист, а жить, понимаешь, что там куча своих геморроев, от которых тебя бесит. Например, я жил в Италии, меня бесило, какие итальянцы ленивые, как вообще тяжело что-то найти открыто в 9 часов вечера, купить еды, как неэффективно работает у них полиция, когда я пытался получить permessor di sojourno, вид на жительство, как вообще сами итальянцы пытаются уехать из Италии, говорят, блин, да тут нет работы, нечего делать, зачем я сюда приехал, вали куда-нибудь в Европу, в Англию. Забавно было, когда я услышал это на первой же тусовке с итальянцами. В Америке была похожая тема, там, огромная стоимость медицинской страховки, которую там нужно было платить. Потом вот эта вся тема с политкорректностью, где слово на букву «Н» чернокожие нельзя называть, иначе твоя карьера полетит трам-тарарам. И с этим ты ничего не поделаешь. Это к вопросу о свободе слова. И куча вот таких вещей мелких, которые очень сильно начинают тебя раздражать, когда ты там живешь, ну а пока ты там не живешь, ты не знаешь об этом и думаешь, как там прекрасно. Знаете, это как анекдот про ад. Ад, человек попадает в рай, его зовут Черти, покататься в ад, он ездит туда, там все круто, ездит еще раз, ездит другой раз, потом просит у Бога отправить его в ад навсегда, его отправляют, как он просил, а и Черти его сразу кидает в котел с криками, а ты не путай туризм с постоянным местным жительством. Здесь то же самое. Еще одна мысль, которую я недавно почерпнул, вообще не с братом. Брат у меня таки переехал в Калифорнию, он работал в Гугле два года, а сейчас работает инженером в стартапе. Я его спросил, а зачем ты переехал, вот что тебя останавливает, например, чтобы вернуться в Россию и жить, например, в Москве? Он ответил следующее. На самом деле, вот эти все вещи про то, что тепло, про то, что гражданское общество, про то, что чистые дороги и тому подобное, это, говорит, все фигня. На самом деле, там политикой он не занимается, поэтому и здесь вряд ли с ним что будет. В Москве очень чисто, красиво и так все удобно, движуха есть. И как бы летать по Европе, куда хочешь, можешь. И, в общем, куча своих плюсов. Не это главное. Главное, что его держат в Америке, это работа. Вот действительно, для программиста сильного достаточно ты можешь в Москве либо работать в Яндексе, либо работать в Мейле. Причем в Мейле даже, наверное, похуже, но вот в Яндексе как бы все крутые ребята там в Яндексе тусят. И все, больше никуда не пойдешь работать. Там те же самоуправляемые автомобили у нас, по-моему, только в Яндексе есть. Тогда как в Америке, там, если ты хочешь заниматься теми же самоуправляемыми автомобилями, у тебя есть на выбор 50 компаний, из которых 10 крупные, которые могут инвестировать нам гораздо больше, чем Яндекс, и которые могут там предоставить всякие крутые вещи, которыми ты можешь заниматься. Ну и, конечно, там тусовка больше, больше всяких там крутых программеров, больше денег в этом крутится, больше интересная работа. И вот это, говорит, вот та вещь, которая его там держит. В чем я это все говорю? К тому, что переезжать может быть смысл, но не потому, что вы там ненавидите страну или думаете, что там в другом месте круче страна. Нет, это все глупости на самом деле. Переезжать есть смысл, когда есть какие-то конкретные карьерные возможности, которые дают вам больше там, чем здесь. Вот если я пойму, что там с точки зрения карьеры и бизнеса у меня будет гораздо больше перспектив в какой-то момент в Америке или в Италии или в том же Уругвайе, чем здесь, я без проблем поеду, в этом нет никаких проблем. Мы, по сути, ничем не обязаны в стране, в которой живем. Но при этом, если нет каких-то карьерных перспектив больших, то здесь тоже круто, здесь много чего можно найти, чем заниматься. Здесь жить будет не хуже, чем в другой стране. Поэтому думайте для себя, но не занимайтесь всякой фигней в чатиках, задавая вопросы про переезд и холиварное отношение к стране, где живешь. Все, до связи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова